Всем привет, братишки и сестренки! С вами Феномен и мы приступаем к разбору одного из самых популярных модов ARC под названием Structures Plus, в простонародье S+. Я разбил обзор на несколько тематик и сделал перелинковку. Ссылочки на другие части вы легко найдете в описании к данному видео. Сегодня же мы будем подробно разбирать постройки для строительства и выясним, чем модовские постройки отличаются от стандартных. Ну что ж, поехали! Одна из важных особенностей мода это вытягивание ресурсов, интегрированное непосредственно в пользовательский интерфейс. Поэтому оно доступно везде, в динозаврах, структурах и инвентаре персонажа. Можно вытянуть конкретные ресурсы, либо собрать точное количество необходимых ресурсов для создания той или иной постройки. Давайте сейчас что-нибудь изготовим, например, вот костер. Нажимаем на костер и нажимаем на квадратик в верхнем фрейме и нам в наш инвентарь залетают все ресурсы, необходимые для изготовления одной штуки костра. Нажимаем и изготавливаем таким образом костер. То есть у нас ничего лишнего в инвентаре. Давайте попробуем на перчатках, напечатаем 4 штучечки и таким образом нам в инвентарь закладываются ресурсы, необходимые для изготовления 4 перчаток. Ну, соответственно, это при условии, что где-то по соседству в динозаврах, либо в структурах есть откуда вытянуть эти ресурсы. Они, например, у меня лежат в этом промышленном гриндере. Следующая особенность из плюсовских структур заключается в том, что их можно поднимать. Либо с помощью демоган, вот такого пистолета, как вы только что видели, либо же вручную. Пистолет демоган может поднимать любые постройки, включая стандартные постройки. Руками же стандартные постройки не поднимают. Смотрите, здесь можно только разрушить, а здесь можно поднять. Далее. Стандартные постройки имеют ограничения по высоте. Вот такая вот надпись, слишком высоко над землей. Но эсплюсовские постройки таких ограничений лишены. Значит, строить можно неограниченно, вплоть до самой верхней границы этого мира. Так что можно строить при помощи эсплюсовских построек целые небоскребы, как, например, показано здесь. Значит, в отличие от стандартных, эсплюсовские фундаменты надстраиваются и подстраиваются в неограниченном количестве. И имеют размеры, равные 1 на 1 квадрат, то есть полностью заполняют пространство в одну стенку высотой. В ассортименте моды имеются треугольные фундаменты, потолки и крыши, что несколько увеличивает возможности по созданию интересных и красивых баз. Также в моде имеется глаз-металл постройки. Этот крафт по прочности эквивалентен металлическим постройкам, но при этом дает парниковый эффект. Также в глаз-металл постройках можно регулировать прозрачность стекол, делать прозрачность односторонней, двухсторонней, а также изменять ее уровень и многие другие настройки в качестве прозрачности. Также можно изменять модели глаз-металл постройок для того, чтобы получать просто ровненькое окно без каких-то обрамлений и рамочек. Это уже по вашему металлу, здесь настроек целая куча. Приятным бонусом для перфекционистов станет то, что потолки совпадают с фундаментами и стенками. То есть вы не получите кривые перепады, как это вот сейчас на вашем экране, со стандартными постройками. В S-плюсовских построечках все гладенько, ровненько и аккуратно. А еще здесь имеются большие и бегемотные версии стенок. Соответственно в 4 и 12 штучек высотой. Что уменьшает количество необходимых для строительства структур, а соответственно и лаги на серваке. При этом крыши можно втыкать в любое из этих мест. Собственно говоря, то есть не только к окончанию, а в любое прям место. Ограничений в этом плане нет. Значит теперь, друзья, я хотел бы более подробно остановиться на колоннах, которые есть в этом моде. Значит здесь точно так же есть маленькие, большие и средние колонны. Но есть еще один тип, называется динамические колонны, которые не втыкаются к фундаменту, но при этом достаточно может быть очень даже таки полезными. Втыкаем пару штучек крыш и втыкаем нашу динамическую колонну. Обратите внимание на ее цвет. Она имеет голубой, ребята, цвет. Значит в настройках, давайте зайдем в настройки и посмотрим. В настройках вообще имеется ряд опций. Первая полоска означает ее длину, то есть она может быть от 1 до 12 единиц длиной. Вторая полоса прокрутки означает толщину, она может быть просто тоненькой. Х и Y это уровни ее наклона, скажем так. То есть вот если здесь выбирать эти уровни, то тогда эта колонна может наклоняться вбок даже. Короче говоря, она будет светиться светленькой только до тех пор, пока она не достигнет точки опоры, земли. То есть смотрите, выставляем сейчас все значения пока как надо, применить и хлоп, наша колонна становится внешне точно такой же, как и все остальные колонны. Но если при этом она будет не дотягиваться, сейчас давайте попробуем сделать ее так, чтобы она не дотягивалась, уменьшим ее длину. Так, все равно дотягивается. О, то она становится синенькой и говорит о том, что она не дотягивается до земли и таким образом не обеспечивает точку опоры. В моде имеются более широкие дверные проемы с двумя створками, плюс на все двери и ворота можно устанавливать автоматическое открытие и закрытие, либо только автоматическое закрытие или вообще ручное управление. То есть, ну в принципе как по стандарту, нужно вручную открывать и вручную закрывать двери. Также можно установить таймер, как долго нужно ждать этой системе до автоматического закрытия дверей. Короче говоря, вариантов настроек с дверями и воротами целая куча. Водопроводные трубы в S-Plus моде тоже не лишены своих некоторых особенностей. В частности, водозаборная труба может быть размещена в местах, где вроде как и нет воды. Но если она дотягивается до уровня воды под рельефом местности, то она может быть установлена и на земле. И при этом вода будет из храна литься, как положено, все будет окей. Также водопроводные трубы модовские можно устанавливать на платах. Со стандартными постройками такое не прокатывает. А еще трубы можно прятать, таким образом обеспечивая приятный внешний вид внутри вашего дома. Аналогичным образом обстоят дела и с электрическими кабелями. В настройках розетки можно отключить ее искренне, то есть это Disable Spark. И также можно спрятать, собственно говоря, сами провода и саму розетку электрическую. Но есть еще одна вещь, про которую стоит все-таки сказать про электрические кабеля. Это то, что есть такая уникальная еще одна построечка, которая может соединять разноуровневые кабеля. То есть, русскими словами говоря, это когда две разные линии электрические, которые были построены независимо друг от друга и которые не совпадают, они могут быть соединены между собой. При помощи вот этой вот штуковинки. Смотрите сюда. Остается только лишь заново выключить и включить электрический генератор и линия будет запитана. Внешний вид рамп теперь можно переключать и делать их в виде лестницы. А S плюс перила могут быть переключены и будут напоминать просто половинку стены. То есть не перилки, а будет иметь вид просто половинки от стены. Еще один приятный момент, это то, что ворота теперь хорошо взаимодействуют вместе с основаниями для забора. Они хорошо между собой стакаются и теперь никаких разрывов не будет. Все будет теперь аккуратненько. Теперь давай, дружище, пройдемся с тобой по некоторым пистолетам, которые есть в S плюс моде и доступны на первом уровне. Будем охватывать информацию потихонечку, так что давай посмотрим на первые четыре позиции. Первый пистолет с буквочкой Т, Transparency Cycler, переводится он не знаю как, но он необходим для того, чтобы изменять прозрачность стекол в глаз металл структурах. По правой кнопке мыши, то есть ты настраиваешь какую-то прозрачность на одной из структур, которая тебя устраивает. Правой кнопкой мыши жмякаешь, копируешь и потом уже моешь по левой кнопке мыши стрелять по остальным постройкам и у них будет меняться прозрачность. Model Selector это пистолет, который изменяет в этих же структурах только границы. Помнишь, мы изменяли уже с тобой модели и стекла становились без границ, либо границы были в какой-то стороне отдельной, скажем так. Demogun. Этим пистолетом я пользовался на протяжении практически всей записи. Этот пистолет поднимает, собственно говоря, постройки, не разрушая их. Ну и последний, четвертый пистолет это Repair Gun, переводится как ремонтный пистолет. Repair это ремонтировать. То есть поврежденные постройки могут быть удаленно отремонтированы при условии, что у тебя в инвентаре имеются необходимые для этого ресурсы. Ну и в завершение я хотел тебе рассказать немножечко информации о вакуумных отсеках. Эти отсеки в S-Plus моде больше не требуют питания для работы. Их размеры изменены с одного, грубо говоря, квадратика 1 на 1 на 1 до, ну в два раза больше, до 2 умножить на 2 умножить на 2. Вот, также эти отсеки могут быть прикреплены к плотам и седлам, например, можно напиалить его на мозазавра. А на аберрации эти контейнера обеспечивают защиту от радиации, то есть можно устраивать базу прямо в радиоактивной зоне. А на этом я заканчиваю обзор строительного крафта в моде S-Plus. Надеюсь, из этого обзора ты вынес что-то полезное и новое для себя. Поэтому незамедлительно ставь свой крутяцкий лайк, чтобы я понимал, что стоит тратить время на съемки его продолжения. Удачи тебе, друг, в игре и реале. До скорой встречи. Пока.